Продолжение следует... Другая пьеса будет в Малом театре, но самое для меня очень интересное, это я прочту по каналу «Культура», я буду читать свои пьесы «Беседы с Сократом» и какие-то другие. Первое – это будет «Беседы с Сократом». Почему я это решил делать? Потому что вот сейчас, всё это время, я выступал. Я выступал в зале Чайковского дважды, выступал в Екатеринбурге, выступал в Севастополе, выступал в Петербурге, в Большом зале филармонии. И это называется «Загадка Моцарта». Это моя старая-старая пьеса, я её читаю в сопровождении оркестра и хора. Эту пьесу много раз хотели ставить, я ему никому не давал, я её приберегал для себя, потому что мне казалось, что там есть такие немножко личные даже вещи, и мне не хотелось, чтобы их произносили актёры, и я предпочитал это сделать сам. И вот следующий этап – это вот чит. Я буду читать пьесу, которая для меня является очень важной, называется она «Беседа с Сократом» на канале «Культура». И я там прочту ряд пьес, если это, ну, выйдет. Когда-то её запрещало Министерство культуры, потому что они почему-то считали, что она похожа там на Сахарова, Солженицына и так далее. Я им пытался объяснить, что они у кого-то очень высокого мнения и о нашей действительности, если, как при всём уважении к Сахарову, ну, он Сократ. Я пытался объяснить, что это было всегда и всегда будет. Это человечество и тот, кто пытается вернуть его к истине. И это то, о чём написано в святой книге Иерусалим. Иерусалим, избивающий своих пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Вот поэтому это вечная тема. И поэтому я буду это читать, потому что там нет простых таких аллюзий и ассоциаций, но там она очень, как бы, вот этот цвет от этого сюжета, он очень далеко виден. Я всё-таки вернусь на телевидение и сделаю несколько серий. Я буду обязательно делать про Ленина. Обязательно. Потому что без него многое непонятно. Кто он был, по правде, что это за портрет русского радикала, и сдача ли была русского радикала, и все эти, и что такое по правде ленинизм, мы знаем, что такое сталинизм. Вот это тоже очень интересно. Владимир Ильич оставил, был очень искренен. Он, как сообщил нам писатель Ерофеев, оставил маленькую лениану свою. И там всё написано. Он был журналист. Поэтому его прелесть в том, что сегодня он говорит одно, а завтра он знает, что можно говорить другое, потому что поменялась тактика, а стратегия у нас одна – всемирная революция. Ленин в 1918 году не мыслит существование России без всемирной революции. Знаете, ещё кто не мыслил? Сталин. Потом придётся всё переделывать. И вот как они, как всё же горело, читайте там какой-нибудь Гиппиус, ну, они были как бы калифы на час, все знали, ну, куда эта партия, про которую, кроме того, что они убивают, никто не знает, полная разруха, голод, с одной стороны интервенция, с другой – две столицы, всё, ничего нету. И всё время подходят войска, каждые пять минут переворот будет. Ничего, а вот почему? И вот как это произошло-то? Ведь против них была армия, которая была закалена в Первой мировой войне, все эти генералы, генштабы и так далее, а против них эти Антоновы-Овсеньки и Будённые в Ахмискры. Вот как это произошло, как они их разбили, почему, что делал Ленин в этот момент. Каждый съезд, чтобы вы знали, заканчивался в 19-м, 20-м году с дравицей в честь мировых вождей товарищей Ленина и Троцкого и железных вождей товарища Каменева и Зиновьева. Сталина там не было. И на этом основании портретов его никто не знал, ничего. Все, знаете, Сталин из небытия вознёсся. Чушь! В это время в кабинет Ленина без доклада имели право входить только двое. Не железные вожди Каменев и Зиновьев, а Троцкий и Сталин сразу после переворота. Он сразу становится одним из осевой фигурой в этом аппарате, потому что он был аппаратчик. И Ленин понял, что нужен аппаратчик. Троцкий – это герой-любовник революции, это речи, это поднимать, это расстреливать. А работать-то надо. Вот он начинает создавать этот аппарат, и поэтому номенклатура – это часть этого аппарата, который погубит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова